добрый день уважаемые подписчики сегодня у меня автомобиль Land Rover Vogue 2011 года выпуска двигатель 2.2 турбодизель автомат полный привод пробег на автомобиле 105 тысяч километров заменю на нем ремень ГРМ ремень ролики и приводной ремень попутно для этого открываю капот снимаю снизу защиту снимаю переднее правое колесо все чтобы было удобно начинаю с того что снимаю клемму аккумулятора ключиком на 10 ослабляю клемму поднимаю ее и под нее подкладываю поролон такой квадратик клемма жесткая чтобы она у нас не съехала и не появилась масса на двигателе для чего это надо мы будем снимать стартер откручивать от него провод поднял автомобиль снял колесо откручиваю крепление подкрылка гайки капроновые здесь сверху у нас саморез а это не саморез это клипса беру клипсодер также здесь у нас снизу крепление откручиваем два самореза откручиваем еще одну гайку капроновую сзади отходим здесь в сторону ну и теперь я думаю мы можем снимать отодвигаем вот эту накладочку здесь тоже у нас она на клипсе все вот из бампера мы вывели здесь вот раз накладываем накладка клипса на накладке два и вот здесь у нас три клипса внизу у нас вот крючок просто вверх приподняли и сдергиваем а теперь у нас отдельно находится клипса которая держит подкрылок и вот дергаем ее выводим подкрылок все полуподкрылок я снял вот у нас видно хорошо шкив хорошо видно приводной ремень у нас ремень мы заменим он уже вот видно трещины на нем появились но все-таки он отходил сто пять тысяч здесь у нас заглушка сделано на демпфере интересная штука приклеена что ли точно приклеена на герметик было вот следы герметика но мы ее также точно приклеим герметик этот очистим теперь снимаю подушку а перед подушкой я снимаю воздуховод и снимаю верхнюю крышку декоративную вот у нас болты находятся крепления подушки под крышкой сзади вот здесь откручиваем гайку м6 головка на 10 сзади вот здесь откручиваем гайку м6 головка на 10 п Ajax и все и все можно снимать воздуховод. Отсоединяем патрубок вентиляции. И откручиваем крышку головка на оси. Снимаем крышку. Откручу маслоуловитель. У нас дополнительно он установлен. В сторону его отведу. Откручу маслоуловитель. Откручу маслоуловитель. Откручу маслоуловитель. Снимаем крышку. Снимаем крышку маслоуловитель. А вот в сторону его отведу. Снимаем крышку. В сторону его отведу. А вот теперь можно ослаблять крепление подушки, снимать болты. Оставлять этот болт, расширительный мы снимать не будем, поэтому у нас болт не даст выйти, он упираться будет в расширитель. Мы его снимем вместе с верхней площадкой. Головка должна быть на 15, совершенно верно. Этот болт у нас, головка, да, на 18. Держим болт с головкой на 15 ключом и ослабляем гайку на 18. Всё, вот у нас она ослаблена. Откручиваем, ослабляем болты. В том числе вот этот болт, головка E. Подушка у нас верхняя, живая ещё гитара. Головка у нас E 18, а вот эти у нас на 18. ослабляем. Д hadn't, когда мы сделали шутко? Вот это eres раздражительный. они их ёда�аа. Я уминил, аж-яу-и-и-ой. Волка куку, я сзади, небольшой были. Тут печатка. Держим болт, прят demanded от чего-то. И откручивай Готовы Двигатель у нас немножко зажимается. Чтобы резьбу не портить, чуть-чуть подожмем снизу двигатель. Теперь можно убирать площадку. Откручиваем саму опору. У нас здесь три болта. Головка сейчас посмотрю на сколько. Головка на 15. Головка. 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 Чтобы подлазить отсюда было удобно к крышке, к ремню, к роликам. Болты на кронштейне на 18. А на этом кронштейне целая куча болтов. Сейчас попробую показать их. Через зеркало. Если вот посмотреть, один болт на 18, который я ослабил. Четыре болта на 16. Вот они в ряд идут друг на другом. Два и два. И один болт головка Е. Е, наверное, 16. Ослабляем. Откручиваем. Все эти шесть болтов. И тогда мы сможем снять уже этот кронштейн. Два болта кронштейна удобно открутить сверху. А вот эти два нижних и вот этот Е, кстати, это Е-14. Здесь кронштейн с разрезом. Мы его просто ослабляем. И потом он как направляющий у нас будет действовать. Здесь надо и снизу, и сверху откручивать. Может быть, можно было и не снимать этот кронштейн. Но мне для удобства я посчитал, что лучше его снять. Болты длинные. Усилие на эту опору большое. Поэтому столько много креплений. Головкой на оси откручиваю болт крепления воздуховода на турбину. Немножко он отходит в сторону. В принципе, он нам и не мешает. Здесь на верхней крышке откручиваем три болта крепления воздуха. Крышки один болт вот я открутил, один болт вот открутил, и один болт снизу открутил. Головка М6, головка М10. И пробуем вытащить крышку. Все, крышку верхнюю я снял. Так, похоже, у нас в этот кронштейн еще нижняя крышка прикручена. Смотрим снизу. Так, точно, у нас здесь снизу вот еще один болт нижней крышки, который прикручен к этому кронштейну. Откручиваю его, откручиваю два болта снизу. Шкив пока не снимал. Вот раз болт, вот два болта. А там уже снимать будем стартер, выставлять метки и откручивать шкив коленвала. Очень забавно получается у нас. Вот этот болт, который Ешка, который направляющий для кронштейна, он же у нас является болтом для опорного ролика ремня ГРМ, или для ленивца, как его еще называют. Поэтому кронштейн надо снимать обязательно, иначе мы ролик не заменим. Но все эти манипуляции нужно делать до того, как мы выставим метки. А выставить метки мы можем, сняв только переднюю крышку, верхнюю. Сняв стартер и провернув коленвал. Нарушил я порядок действий. Надо было снимать стартер, выставлять метки, снимать верхнюю крышку, фиксировать. А уже потом откручивать кронштейн. Но болт я не выкрутил до конца, я же его ослабил. Поэтому у меня метки не перескочили, не сбились. Все стоит нормально. Крышку нижнюю я открутил. Все, поднимаю, снимаю стартер. Вот со стороны коробки, под корпусом воздушного фильтра, вот так вот, если посмотреть, я поставил зеркало. И в зеркало хорошо видно гайку. Гайка, которая у нас крепит провод массы. Под проводом массы есть еще гайка, которая у нас крепит верхнее крепление стартера. Подлазить здесь неудобно, но открутить нужно. Поэтому откручиваем гайку, снимаем провод массы и откручиваем вторую гайку. Шпилька остается на стартере. Также у нас здесь еще один болт стартера. Его тоже откручиваем. Вот если его посмотреть, его отсюда хорошо видно. Вот он. Вот, его тоже откручиваем. Подвожу. Решил снять корпус воздушного фильтра. Все-таки поудобнее будет. Снимаю его здесь. Снять его две минуты. Решил снять корпус воздушного фильтра. Ну, а теперь вот стало чуть-чуть поудобнее. Решил снять корпус. Снимаю. Снимаю. вот в это место нам надо подлезть ключик наверно на 13 попробую таким накидным да теперь карданчиком гибким удлинителем не карданчиком гибким удлинителем одну гаечку открутил снимаю провод